Владимир в огне. Несколько часов назад в областной центр прибыл Олимпийский огонь в Сочи 2014. Еще утром его встречали в Муроме. Самым запоминающимся этапом эстафеты там стал провоз факела на ладье по Оке. В областном центре эстафета стартовала в 16 часов. Принимали огонь здесь, на Соборной площади. Первым факелоносцем Владимира стал глава городадминистрации Андрей Шохин. Ситименеджер преодолел дистанцию в 200 метров и передал огонь дальше. Очень почетно бежать первые этапы. Действительно волнительно. Особенно, знаете, кто стоял на пьедестале почета, он понимает, что Олимпийский факел – это как медаль, которую тебе вручили. Здорово! Не зря у нас лозунг такой. Владимир – город чемпионов. Будем теперь болеть за наших ребят на Олимпиаде в Сочи. Всего по улицам Владимира факел пронесут 85 жителей города, чьи заслуги в области спорта и вклад в общественную жизнь и развитие города были признаны наиболее выдающимися. Уже сейчас можно говорить, что день шествия эстафеты Олимпийского огня по Владимиру стал настоящим спортивным праздником. На пяти площадках города организованы состязания и конкурсы. По всему маршруту следования факелоносцев встречают тысячи владимирцев. Вы давно сюда пришли? Зачем? Минут 15 посмотреть, внуку показать, как понесут Олимпийский огонь. Рады, что наш город принимает Олимпийский огонь? Да, конечно, приятно. Уже завтра Олимпийский огонь встретят в Суздале. Там тоже запланирована очень обширная программа. Ее гвоздем станет участие в эстафете знаменитого певца Сосопа Вляшвили. Что же касается финиша сегодняшней эстафеты, то последний, кто зажгет чашу Олимпийского огня, станет олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Павел Кузнецов.